Друзья, всем привет! В прошлом видео про куницу вы просто закидали меня просьбами сделать ролик про милых и забавных котиков. Я очень ценю обратную связь, поэтому встречайте! Вы на канале ЗнайТВ, и сегодня мы посмотрим на усатых полосатых в деле. Ну и конечно, я надеюсь, что кто как не котики заслуживают вашего лайка и подписки на канал еще до просмотра ролика. Ведь если мы наберем 30 тысяч лайков, то выйдет вторая часть. Ну что, все нажали? Тогда усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Как ни странно, но на канале еще не было роликов ни про одного представителя семейства кошачьих. Поэтому открывает его самая обычная домашняя кошка. Для начала сухие цифры. Кошка была одомашнена примерно 9,5 тысяч лет назад на Ближнем Востоке и с тех пор является постоянным спутником человека. Сейчас в мире насчитывается более 600 миллионов домашних кошек, и селекционеры для нас с вами вывели около 200 различных пород. Есть кошки большие, маленькие, длинношерстные, короткошерстные, лысые и даже вообще без хвоста. В общем, любой желающий сможет найти себе кошечку по нраву. А какая кошка живет у вас дома? Пишите свои варианты в комментариях, будет интересно почитать. Кошки могут быть добрыми и милыми, при этом они часто подмазываются к людям и усыпляют их бдительность. Человек просто думает, что котик рад его видеть, или выражает таким образом свою преданность. Однако, мы-то с вами знаем, что это совсем не так, и у кошек в голове есть план по порабощению мира. Вот эта кошка по-любому что-то замышляет. Усыпив бдительность человека, кошки начинают хозяйничать за его спиной, захватывая всю новую территорию и устанавливая там свои порядки. И всех, кто нарушает эти законы, ждет незавидная участь. Мыши. Маленькие и незаметные нарушители, которые вряд ли могут помешать коту. Но раз они ступили на чужую территорию, то автоматически становятся врагами. А с врагами разговор короткий. Например, этот кот заметил подозрительное движение в трубе и решил посмотреть, кто это такой дерзкий. Вот из трубы показалась мышь, которая сразу пошла по своим делам. Такое нельзя спускать с рук, и кот сразу прыгнул на наглеца. Он не побоялся даже запачкать свою шерсть. Настоящий хозяин территории. И даже если нарушитель несколько больше, то кошку это ничуть не смутит. На видео еще молодая кошка поймала огромную крысу и тащит ее за хвост. В силу неопытности она теряет пленника, но сразу исправляется и мигом догоняет его. Этот крысеныш-диверсант пойман с поличным, и его судьба решена. Но, как и в любом высокоразвитом обществе, некоторые коты думают, что они не такие, и отказываются ловить мышей. Например, здесь непонятно, кто больше боится крысы, парень или кот. Посмотрите, как они бросаются в рассыпную, только от одного вида крысы. Хотя это скорее исключение из правил. Голуби – настоящая головная боль котов. Они могут стадами ходить по кошачьей территории, пренебрегая всеми правилами приличия. А если ты не сможешь сладить с голубем, то на какое уважение среди других котов можно рассчитывать? Поэтому они всегда находятся в состоянии войны. И эта белая кошка показала птицам, кто здесь главный. Не удивлюсь, если это она притащила приманку, чтобы потом напасть на голубей. Но не всегда голубям так везет. Этот небольшой котенок подкрадывается к голубю, и тут, кажется, совсем его не замечает. А зря, ведь голубь сейчас на чужой территории. Короткий бросок, и нарушитель уже в зубах. Чтобы догонять нарушителей, коты постоянно тренируются в ловкости и, конечно, в прыжках. Не всегда они получаются, но если не бросать тренировки, то можно достигать очень неплохих результатов. Сразу видно, что этот кот не прогуливал тренировки, ведь он сидит на заборе и пытается поймать птицу на дереве. Высокого прыжка недостаточно, чтобы поймать юркую птичку. Но наш кот не сдается, и снова готовится к атаке. И вот в этот раз у него получается в воздухе поймать свою добычу. Наверное, он тренировался по бразильской системе. Ловкость котов позволяет им охотиться даже на таких быстрых зверьков, как белки. В этот раз белке повезло, и она успела унести ноги. Но так бывает не всегда, и нередко белки становятся трофеями усатых-полосатых. И даже кролики в большой опасности, если они забрели на территорию котов. Ведь один ловкий бросок, и ты уже в зубах хищника. А этот кот где-то поймал огромного зайца, которого пытается затащить себе домой. Но заяц настолько большой, что совсем не пролезает в дверную щель. Жаль, что на видео не попал процесс охоты кота на такую добычу. В охоте на зайцев кошки не уступают таким представителям семейства куньих, как ласка или горностай. Поэтому логично предположить, что они тоже не будут уживаться между собой. Вот только преимущество в таких встречах далеко не в пользу последних. А на этом видео неизвестный в маске пытается проникнуть в жилище кота. Но хозяин всегда на готове, и провожает незваного гостя мощными ударами лап. К слову сказать, коты постоянно тренируют не только ловкость, но и ударную технику. Например, так выглядит типичная тренировка котика на самоизоляции. А это уже занятие с тренером. И как видим, ученик подает неплохие надежды. Если же нужно поспаринговаться с партнером, то на эту роль отлично подойдет, например, собака. Хотя, наверное, этот пёс и сам не понял, во что ввязался. А ещё собаки отлично подходят для прокачки борцовских навыков. И коты при любом удобном случае этим пользуются. Но с кем ещё можно провести такой тейкдаун? Да и выход на удушающий с таким противником тоже можно попробовать. По всей видимости, это очень крутой кот. Посмотрите, как он делает бросок через себя. Если же собаки нет, то приходится тренироваться на ком-нибудь ещё. Хоть на морской свинке. Правда, отработать на ней получается далеко не все приёмы. Да и визга от неё многовато. Или для тренировки можно использовать другого кота. Желательно меньше себя. Посмотрите, какой красивый получился тейкдаун. А здесь уникальная техника броска с прогибом через себя. По-видимому, это очень опасный кот. И кто кого тут держит на поводке – большой вопрос. Даже мышки, как видим, неплохо подходят для тренировок. Особенно под руководством тренера. После такого становится понятно, почему коты совсем никого не боятся. Ядовитая змея – да без проблем. Иммунитета к яду у котов нет, зато есть отличная реакция. И эта гадюка на себе испытала всю мощь рыжего кота. Один точный укус, и змея уже пополняет коллекцию трофеев этого охотника. Стая дворовых собак? Ребята, вы зашли не в тот райончик. И лучше вам уходить по добру, по здорову. Даже наглая обезьяна будет знать свое место, когда рядом кот. И волк бегает от кота, словно это не грозный хищник, а маленький щенок. Крокодилы тоже слышали про непобедимых котов. Поэтому они не решаются вступать с ними в схватку. И предпочитают отступить. Пусть и получив пару ударов по носу. А этот петух, похоже, не знал, кто перед ним. И поспешил клюнуть кота. Но ответ не заставил себя долго ждать. Кот сразу ловит петуха и пытается перевести в партер. Петушок хоть и устоял на ногах, но после такого сразу поспешил уйти. И только хитрая лиса может обмануть котика и заполучить себе еду. Правда, для этого придется получить несколько ударов от него. Но на то она и лиса, чтобы невзирая ни на что добиваться своего. И про нее на канале тоже есть ролик. А этот рыжий кот заметил чужака на своей территории. И хоть медведь еще маленький, все равно он в несколько раз больше кота. Но это не помешало рыжему легко загнать мишку на дерево. С таким защитником никто не страшен. Коты запросто могут даже выгуливать собак. Например, здесь кот сидит на лавочке и следит за собакой на поводке. Но вдруг появилась вторая собака, которая начала бегать вокруг и приставать к ним. Рыжий кот, недолго думая, слез с лавочки и показал наглой собаке свое место. А здесь уже соседский кот начал приставать к собаке. В результате чего и получил от ее хозяина. Ну и конечно, у такого крутого животного должен быть свой персональный будильник. И не какой-нибудь обычный, а самый настоящий и что ни на есть живой. И ничто человеческое котам не чуждо. Как видите, они тоже любят передачи про животных. Покажите своему котику канал Знай ТВ. Думаю, ему понравится. Хотя и у кота есть слабое место. И больше всего эти смелые и отважные ребята боятся, как ни странно, огурца. На этом все. Думаю, увидев котов в деле, где-то далеко напрягся медоед. А как вам, усатые полосатые в деле? Пишите свое мнение о ролике в комментариях. Хотите продолжение? Тогда давайте мы наберем этому ролику 30 тысяч лайков. И выйдет вторая часть. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. И нажать колокольчик. А я с вами прощаюсь ненадолго. Пока.